Дача без фанатизма Здоровое питание Весь мир и делает правильно, что стремится к здоровому питанию, которое является незыблемой и одной из важнейших частей здорового образа жизни. На своих дачных участках и на огородах мы выращиваем, как нам хочется верить и как нам кажется, экологически чистую продукцию, особенно те, кто не удобряет свои огороды химическими удобрениями, в частности, приверженцы природного земледелия. Но одно дело вырастить продукцию, получить хороший урожай, другое дело сохранить эту продукцию как можно дольше в хорошем, незыблемом, свежем виде. Те, у кого есть по грибам, проблему им решить легче. А мы, жители мегаполисов и городов и поселков, не все имеем погреб, подвал. Ну, в частности, вы знаете, что у меня погреба нет. И поэтому выращенную продукцию приходится хранить в холодильнике, в морозильной камере. И сегодня мы с вами поговорим, вернее, буду говорить я, выслушать, о пакетах, которые якобы позволяют сохранить выращенную продукцию в 3-4 раза дольше времени, чем обычные пакеты. Я пришла в центр природного земледелия в Воронеже, я с ними дружу и очень тесно сотрудничаю. В общем, они хорошие ребята, вы видео о них видели в прошлом году. И они меня попросили не прорекламировать, а просто испытать у себя на моем урожае гриб-пакеты. Вот он такой, я сегодня снимаю одна, поэтому я потом близко-близко подведу камеру, гриб-пакет. Эта продукция, изготавляют ее в Хабаровске. Там есть такой их завод, и она идет под маркой «Живая технология в вашем доме». Эти пакеты не продаются в нашем центре природного земледелия. Еще раз повторяю, ребята взяли их на тестирование. Даже цену они не знают, но я, готовясь к сегодняшнему сюжету, прочитала в интернете, что могла, на многих сайтах смотрела. И интернет-магазин уже предлагает эти гриб-пакеты. Там цена 200 с хвостиком рублей. Итак, гриб-пакет. Что это такое? Здесь написано «Гриб-пакеты пищевые». Вооружаясь очками. Слово, буквы «Гриб» переводятся как «Генерация рациональных излучений». Вот у меня здесь бумажка, я сюда подсматриваю. Эти гриб-пакеты, как они пишут в аннотации, сохраняют свежесть надолго, подавляют болезнетворные бактерии, раскрывают вкус любимых блюд, экономят семейный бюджет. И я взялась, согласилась поэкспериментировать с этими пакетами. Но эксперимент – это значит должно быть сравнение. Я не сильна, к сожалению, физике, может быть, не к сожалению, гуманитарий до мозга костей. Но здесь также написано, что эти пакеты, когда их изготавливают, как я поняла, то для их изготовления в пластмассу, из которой полиэтилен готовят, добавляют компонент с вибрацией 8 Гц. Ну, я так понимаю, что в пластмассу добавляют глину, и в эту глину обогащают эффективными микроорганизмами. И что якобы вот такое приготовление, такой технологический процесс нормализует биологические процессы. Итак, ГРИ – это генерация рациональных излучений. И якобы эти пакеты подавляют гнилостные патогенные микроорганизмы, и они вот пишут, что продукция в них хранится в 3-4 раза дольше. Это я уже повторяюсь. Еще одним плюсом, как пишут изготовители, является, что эти пакеты многоразового использования. Их можно хранить в них продукции до 10 лет, их срок хранения. В них хранят овощи, фрукты, зелень, вот даже сыр пишут. И якобы, что урожай сохраняется до лета, до нового урожая. Но посмотрим, что будет. И что будет? То есть мы начинаем сегодня испытание. Вот я сейчас открою эту упаковку. В упаковке 10 пакетов. 4 я уже использовала. Но сразу что хочу сказать. Когда я развернула пакет, вот он такого желтенького цвета, что меня сразу как-то так вот удивило, поразило. Вот они их позиционируют, как они там биологически чистые. Но пакет пахнет полиэтиленом. Вот такой резкий химический запах. Ну, это, конечно, мне не очень понравилось. Да, вот запах. Ну, это для меня резкий, но тем не менее полиэтилена. Вот, таких 10 штук. Для сравнения, мы что закладываем на хранение? Тыква. Вот у меня такая тыква. Сейчас я... Да, я вот еще что скажу. Тыкву я положила в пакет 4 дня назад. Сегодня пятый день. Вот это тыква в гриб-пакете. А вот тыква в обычном пищевом пакете. Вот я их даже оставила этикетку. Написано пакеты для бутербродов. Готовят в Санкт-Петербурге. Так мелко написано. Беру лупу. И написано, пакеты полиэтиленовые, пищевые, предназначены для бутербродов, помогают сохранить качество и свойства продукта, защищают от воздействия, внешней среды и посторонних запахов. И состав пишут. Полиэтилен низкого давления для пищевых и непищевых отходов. Почему-то, да? Ну, вот так написано. Это в Питере делают пакеты. Их размеры такие же, как и у гриб-пакета. Цена, ну, что-то там, рублей 50. Итак, вот я беру тыкву. Вы прекрасно знаете, что тыква в разделанном виде, вот как у меня, хранится очень мало. То есть она через неделю начинает плесневеть. И вот как я не пыталась, и в холодильнике, и в холоде на лоджи, и летом тыква очень-очень плохо хранится. Но, тем не менее, 5 дней назад я тыкву заложила. У меня осталось от каши. Вот сейчас тоже тушится на плите говядина с тыквой и луком. Вот такой пакетик заложила. И такое же количество примерно заложила в гриб-пакет. Пишут, что гриб-пакет должен герметически быть закрыт. Как его герметически закрыть, я не придумала, но просто вот так положила. И еще что. Пишут, что можно месяц не открывать пакет, но раз в месяц, тем не менее, надо на 10 минут открывать, чтобы поменялся состав воздуха, который внутри. Ну вот я уже сегодня 5 дней прошло, и вот тут верчу-пручу, как хочу, да? Это у меня тыква. Все это лежит в холодильнике, в поддоне. Дальше, что я еще взяла для хранения? Взяла лук-порей, свой любимый порей. Вот этот порей, как я и всегда храню, закрыт пищевой пленкой, замотан. Вот здесь пищевая пленочка, замотан. Но герметичности достигнуть здесь, конечно, тоже очень тяжело. Здесь 3 у меня корня. И такие же 3 корня, вру 4, положила в гриб-пакет. Тоже, вот сегодня пятый день. Вот так тоже замотала. Не замотала, а вот так положила. Это лук-порей. Далее, взяла я морковку. Вам, всем женщинам, знакомо, что морковка хранится в любом виде. Ну, вот, в частности, я ее помыла, посушила, нарезала. Вечером приходишь, некогда бывает, особенно с работы. И вот взяла готовую морковку. Морковь я положила в гриб-пакет, часть моркови. И часть в пакет, который вот так закрывается. Я в этих пакетах замораживаю продукты и храню. Это тоже пищевые пакеты. Итак, вот воздух набрался. Третий у нас, значит, вариант, это морковь. И четвертый вариант, мой шикарный сельдерей корневой. Вот у меня здесь в гриб-пакет я положила 3 больших корня. Вот так тоже. Но здесь мне пришлось завязать. Ну, конечно, это тоже не герметично. А остальной сельдерей у меня хранится на лоджии. Лежит в большой сумке, тоже закрытой. Вот так. Итак, 4 вида овощей. Сельдерей, лук-порей, морковь порезанная и циква. И все это, я еще раз повторяю, лежит в поддоне холодильника. Я не знаю, какой будет результат. Итак, мы, я лично их начинаю испытывать. Но я вам уже сказала, что меня лично в гриб-пакетах сразу насторожило это вот такой запах полиэтилена. Запаха вот в этих пищевых пакетах и вот в этом пакетике, который закрывается, такого запаха нет. Не было, все они новые из упаковки. Ну, вот, пожалуй, и все. Еще меня насторожило проветривание раз в месяц. Ну, что это раз в месяц, это такое длительное хранение. Нам требуется чуть ли не каждый день эта продукция. Ну, вот я решила, что сначала буду использовать продукцию из таких пакетов. А вот тыкву постараюсь дождаться, пока вот в обычном пакете она начнет портиться, а этот не буду трогать. Но через месяц, я думаю, что мы повторим этот сюжет и уже будет видно, как хранятся в двух видах пакетов наши овощи. Вот все, что я хотела сказать про испытание гриб-пакетов. Это наш первый сюжет про гриб-пакеты. Будут еще, потому что эксперимент начат. Вы должны понимать, что его надо довести до какого-то логического конца. Завершение. Эта же фирма в городе Хабаровский или завод производит и другую продукцию. Вот у них эти гриб-пакеты идут как новинка, как я поняла, потому что особенно и информации-то в интернете мало. Вот у них есть гриб-пакеты для заморозки. Тоже они пишут эффективная технология хранения. Но я никак не придумаю, что можно заморозить. Все, что я хотела заморозить, уже у меня давно заморожено. Я много лет занимаюсь замораживанием. Меня вполне устраивают. И вы видели сюжеты. Вот эти пакеты. Не знаю, сколько на год, что ли, мясо там морозить или овощи, фрукты. Не знаю. По заморозке я еще не пришла к тому, что надо эти пакеты использовать. И еще они предлагают вкладыш в бочку. Но это тем более, надо ждать лета. Старая бочка, как я поняла. В нее вкладываешь пакет, чтобы там не текло ничего. Но я прочитала один отзыв в интернете, что пишут дачники, что да, нам эти вкладыши в бочку понравились. Но понравились, видимо, и другим людям. Одним словом, у них украли этот вкладыш из бочки. Ну, такой шуточный отзыв. Ну, вот все. Итак, мы сегодня, вернее, 4 дня назад, сегодня пятый день, начали эксперимент и испытание гри-пакетов пищевых для хранения продуктов. Сейчас я их вам близко поднесу к ним камеру. Вы посмотрите, как они выглядят. И посмотрите, если вам не хочется дожидаться, пока у меня там какие-то результаты будут, посмотрите в интернете. Может быть, кого-то заинтересует. Мне все равно. Я пока не готова к покупке этих пакетов. Я дождусь хотя бы результата месяц, чтобы прошел. Гри-пакеты пищевые. Вот бутербродик или там что там, сэндвич нарисован. Вот такие. Вот этот гри-пакет будет для замоража, для заморозки. Он в слофане лежит. Ну, я там картинки в интернете вполне достойные. Все там написано. Вот тоже 10 пакетов одинакового размера. Вкладыш в бочку показывать нет смысла, потому что мы о нем еще ничего не говорили. Вот, пожалуй, и все. Благодарю вас за внимание. Итак, до нового сюжета, который будет не раньше, чем через месяц, об этих гри-пакетах. До новых встреч. Всего вам самого хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok